всем привет это канал разговор с богом сегодня необычный выпуск быть посвящен к тому чтобы мы смогли помолиться за людей которые сейчас болеют среди пандемии и за тех кто еще не болеет чтобы они больше и вообще не заболели этим болезням я подготовил сегодня несколько икон которые нам помогут в этом деле и каждого из вас призываю к тому держаться призываю к тому чтоб соблюдать все правила которые сегодня возлагает на нас если мы будете будем это все делать и поможет нам все а также то что я и говорю сейчас мы помолимся чтобы не заболеть и попытаемся это сделать главное верить искренне и у все у нас получится на сегодняшний раз я подготовил вам четыре икона на мой взгляд которые больше степени защитят нас и помогут излечиться и цель тому нужного это пантелеймон николаев годник который сам защитник и есть пантелеймон и среди потом спасители это иисус христос которая всегда нас спасает и божья мать которая тоже мать была иисусом стала в общем-то святой также подготовила свечи специальным привезенным из индии но не обязательно чтобы у вас они были и как и всегда говорил вы можете другими пользоваться которую церкви и поэтому каждый может молиться дома если у вас есть какие-то свечи и чего-то такое подобное хотя бы одна икона на сегодняшний день больше должно верующих вот так же я подготовил списки за кого я буду молиться не огромнейшие я попросил об этом жену писать вот в принципе можно начать все это дело делать чтобы вам было лучше видно я настраиваю свой трюфон для съемки напомним еще пару штрихов выношу сама в общем-то сам литуал не литуал а молитву на наших любимых конечно мы должны зажечь эти свечи благотворные сразу скажу что предупрежу что еще возможно будет ролик потому что сегодня кто не пытался для меня в общем то в общем то через кое какие души только никогда рядом не ставьте бумагу и забыл сказать потому что можете и пожара случится но это самое да не народ ладно помолимся а здоровьем и как начать я сначала вам сейчас свою молитву которая будет литься души вы можете ей же воспользоваться можете воспользоваться дальнейшие которые будут также вам рассказывать какие может начитанные молитвы пользоваться и если каждый наберет список своих кого вы хотите защитить поставить на них защиту от болезни от этого вируса от оси его то мы сможем помочь но главное искренне верить в то что мы помогаем если мы не будем этого искренне верить то значит мы все напрасно делали в общем то это поэтому сейчас мы молимся и говорим такие слова господи спасибо за все что ты нам делаешь все что даешь все что сейчас у нас спасибо за все твои действия которые ты сейчас данный момент делаешь спасибо что ты слушаешь нас слышишь нас оберегаешь нас спасибо господь то что ты даешь возможность жить спасибо господь за слова которые оставил ты в нашем мире господи да спасибо тебе за все что ты делаешь нам в данный момент а дальше мы говорим то что мы хотим сначала всегда говорить о том что господь говорите ему спасибо за то что он нам дает за то что мы делал и делает после мы начинаем молиться то что мы хотим получить и молимся господу дальше господи да спаси наши души да спаси нас от беды и несчастных да спаси нас от того что пришло на землю нашу спаси нас от этой болезни от того что происходит в мире да спаси нас от всех спаси нас от всех этих бед да защитите нас святые да помогите не заболеть тем что сейчас приходит наш мир господь 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 всемогущий господь всемогущий я прошу тебя прошу тебя помочь всем кого я записал сейчас в списке в этом помоги им и в нашей семье обречь спокойствие покой чтобы здоровье было и это обошло у нас это негодование обошло нас это болезнь та которая пришла неизвестно откуда да спасибо господь что услышишь меня и всех кто будет тебе молить об этом да спасибо тебе господь что не отказываешь помочь нам спасибо господь моя вера будет всегда чиста и непоколебима я верю в то что в мире станет спокойнее что ты защитишь нас от этого негодования что ты сможешь помочь всем кто молит о помощи из-за тех кто молится кто верит в тебя в твои чудеса верю и верю в это аминь Господи помолимся об этом и в мы и мы можем и мы берем святую воду, которая у меня со временем заканчивается, но сейчас у меня идет много что дальше мы делаем, а дальше делаем как обычно, наливаем в стакан святую воду и перекрещиваем три раза, мы должны покреститься, прежде чем выпить воду специально для вас нашел молитву Пантелеймона вот она, в принципе, всем видна сейчас я вам ее, товарищи, скажу как молитву святой великому учениче и целителю Пантелеймоне Бога, милостивого подражателя призри благосердием и услыши нас, грешный предсвятой твоей иконой усердной молиши и спроси нам у Господа Бога я вам же сон ангелы предтоши на небесе оставление грехов и прегрешений наших исцелить болезни душевные же и телесных рабов Божиих ныне напоминаемые здесь предстоящих и всех христиан православных к твоему заступлению притекающих всего мы по грехам нашим люди одержимы есть мы многими недугами иные мамы бомыши и утешения к тебе же прибегаемы яко дадесы и благодать молитесь за ныне целите всяк недуг и всякую болезнь даруй обо всем нам святым молитвам твоим здравия и благомощия души и тела припевания веры и благочестия и всяк житию временному и как спасение потребное яко дадь подспособившись тобою великие и богатой милосты православие тя и податья всех благ дивнагов во всях святых бога нашего отта и сына и святого духа аминь это молитва приносящая исцеление от болезни специально от пантелеймона а вот специальная молитва которая сейчас молится в разных наших церквях православное молитва то есть специально во все время эпидемии господи боже наш услышь с высота святого твоего престола нас грешные и недостойных рабов твоих благость твоя грехами своими прогневавши и милосердие твоего удалившись и не взыскай с рабов твоих но отврати страшный гнев твой справедливо нас подстигши прекрати погубное наказание удари страшный меч твои невидимо и безвременно нас поражающих и пощади несчастных и слабых рабов твоих и не обрекай на смерть души наши покаяние прибегающие с истомленные сердцем со срезами к тебе богу милосердному мольбу наши внимающие перемены подающие ибо тебе одному только принадлежит милость и спасение боже наш и тебе слава слове приносим отцу и сыну и святому духу ныне не приуслов и во веки веков аминь в общем то и все что я хотел сказать не забываем друг друга помогаем друг другу особенно в трудную ситуацию так как сейчас и если вы сейчас нас нет возможности помолиться в церкви то молимся дома хотя бы как я не забываем об этом что бог всегда с нами и он всегда поможет не даже если вы не верите в него он всегда готов помочь не забывайте об этом а я скажу до скорой встречи я буду с вами буду всегда да м это